Вестник Северодвинска Вестник Северодвинск Вестник Северодвинск Вестник Северодвинск Вестник Северодвинск Вестник Северодвинск Вестник Северодвинск Все сюда Приметы нелегала Нет графика движения на бумаге Нет карты маршрута, кондуктора и билетов Если такие микроавтобусы и впредь будут на третьем маршруте Вряд ли законному перевозчику будет выгодно вводить проездные Дело за полицией и Роспотребнадзором А 22-й автобус сегодня поменял свой маршрут На Яграх по Малому Кругу Он теперь ездит с 6 до 8 утра в рабочие дни В итоге многие горожане сегодня опоздали на работу Сегодня, кстати, перестали действовать льготы для студентов и школьников Но лишь на лето Для тех, кому за 70, а также ветеранам афганский и чеченской войн Льготы сохранили Пригородные и междугородные маршруты с 1 июня подорожали до 8,7% Например, билет до Архангельска на 133-й автобус Еще вчера стоил 116 рублей, а сегодня уже 126 Причина – рост тарифов на горючее и инфляция Последний раз повышение было в марте 2015 года Валентина Приходько, Владимир Богомолов, Андрей Мирошников, Вестник Северодвинска День защиты детей сегодня отметили в городском парке культуры и отдыха Там собралось максимальное количество зрителей Для маленьких пели большие люди Северодвинска Покрашу я Бибику в любимый красный цвет Биби-биби-бибика, машины лучше нет Бибика запала в душу исполнителю и зрителю Девочка Даша на инвалидном кресле посмотрела клип в исполнении директора парка культуры и отдыха Ларисы Рудаковой и влюбилась в песню Заставила родителей весь вечер ездить по городу на машине и слушать Бибику Чудный конечно проект и хотелось бы чтобы больше таких взрослых людей пели для маленьких наших граждан веселые и задорные песни Вспоминали свое детство Ко дню защиты детей проект «Большие люди поют для маленьких» организовал сайт Северодвинска gov29.ru Сняли 4 клипа Мы подумали что в каждом взрослом живет ребенок и так и получилось все люди которых мы пригласили все с удовольствием начали исполнять искать эти детские песни Идея была потрясающая потому что и детям это интересно и взрослым А по итогам концерт 1 июня с погодой повезло собралось много детей и родителей В парке для них организовали развлекательные площадки выступали аниматоры Самым активным раздали бесплатные билеты на аттракционы Ты знаешь почему праздник называется день защиты детей? Да, потому что детей нужно защищать и никуда их не отпускать, чтобы они не потерялись Потому что когда фашисты на нас напали, защищали детей В реабилитационном центре «Ручеек» день защиты детей отметили тоже весело, но говорили на серьезную тему Повторяли правила дорожного движения Праздник организовали для учащихся 13-й школы, воспитанников детского сада «Морозка» и центра «Ручеек» Перед детьми выступили сотрудники ГИБДД К сожалению, не все юные северодвинцы смогли посетить игровые и развлекательные площадки 150 ребят сейчас проходят лечение и диагностику Но и в городской детской клинической больнице попечители сегодня организовали настоящий праздник Они пришли в гости с подарками и с пожеланиями каждому ребенку скорейшего выздоровления Чтобы вы побыстрее поправились, чтобы у вас меньше было болезней И чтобы вы всегда улыбались, и у вас было хорошее настроение Правда это? Да Ну а для того, чтобы вам здесь было не скучно, мы приготовили вам подарки Малышам глава города Михаил Гмырин привез множество настольных игр, констовары, спортинвентарь и книги Помощь в организации праздника оказали профсоюз Севмаша и общественники А одно из городских агентств праздников и развлечений устроило научно-познавательное шоу с химическими опытами Как вы думаете, в этой колбе может жить Джин? Да Да? Раз, два, три! Ой! Точно ведь вылетел? Ой! Огромное спасибо всем, кто помогает детской больнице Таких людей и организаций очень и очень много в городе И мы всегда рады принять любую самую-самую необычную помощь Мы готовы, и все это главное пойдет на то, чтобы помогать детям Подарки сегодня раздали детям разных отделений В Северодвинске члены постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления Встретились с мэром Михаилом Игмыриным, председателем горсовета Владимиром Мелехиным и его заместителем Владимиром Рудем Законодатели-руководители муниципалитета обсудили перспективы развития местного самоуправления и практику решения самых насущных проблем Мария Воробьева продолжит Северодвинск в качестве площадки для обмена опытом выбран не случайно Это один из первых городов на Северо-Западе, где впервые был введен институт мэра и мировых судей Налажено тесное взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями Для чего расширены задания? Почему? Потому что есть некоторые проекты решения, некоторые вопросы, которые касаются ни одной комиссии Поэтому мы проводим вместе и вырабатываем решения Депутаты региональных парламентов ИСКОМИ, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской областей, Ненецкого округа Познакомились с работой архангельских и северодвинских коллег Парламентариев интересовали самые разные вопросы От структуры и численности городской администрации Взаимоотношений с малым бизнесом до вопроса о борьбе с бездомными собаками Особое внимание поддержки некоммерческого сектора Все разные, разными путями пошли субъекты Мы через ТОСы, Ленинградская область, через Институт старост, Мурманская область, через Общественные советы, Вологодская область, через Народный бюджет Это хорошо, потому что самое главное, что есть конечный результат и люди удовлетворены от этой работы Вот я анализирую работу даже по нашей области Вот сегодня найден тот хороший вариант взаимоотношений исполнительной и представительной власти И она должна быть вот такой, вот должен быть паритет равных И оно приносит результат Председатель комитета областного собрания по региональной политике и вопросам местного самоуправления Александр Поликарпов подчеркнул, что в результате такого баланса выигрывает город и население Мария Воробьева, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска Убрали мусор, а заодно и познакомились со святым местом Экодесант высадился в урочище Куртяева Если еще несколько лет назад отходы оттуда приходилось вывозить на пятитонной машине То сейчас в некоторых местах не требовался даже мешок для мусора Продолжит Евгения Карелина И здесь выходят вулканические породы наверх Откуда здесь источник Куртяева? У реки Верховка высадился экодесант Более полусотни активистов приехали убрать мусор Начали на месте потухшего вулкана От реки перешли к накладистным в часовне и колодцу Самому юному десантнику два года Для Варвары это первый поход в лес Приедешь еще в лес? Дома лучше сидеть? Что было самое интересное? Его найти Что ты нашел? Я нашел много мусора Например, какого? Ну, всякие банки, сигареты Но они не культурные А кто культурный, они выбрасывают в специальные ящики Мне понравилось фотографироваться около этого А нет, все, все, все Мне понравилось около источника собирать воду А мне все, 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 вообще, все После туристы убрали мусор на лесной тропе Она ведет к Алексеевской церкви Ей 300 лет По преданию храм построили, когда Нинакшанин увидел образ святого Алексия на березе Икону мужчина принес домой А на следующий день святыня вновь оказалась на этой березе Сейчас это место принадлежит православной церкви Но на реставрацию храма средств нет Недоработка тут такая Вы видели, что большинство тропинок, дорожек, доски, они уже прогнили То есть надо их обновлять, чтобы люди могли Купальне воспользоваться тоже трудно Потому что там уже многое что разрушено и надо восстанавливать То есть вот эти вещи надо делать Потому что, ну, вода целебная, вода полезная Куртяевскую воду возят, но общение с природой, а не с бутылкой пластиковой, приносит больше пользы В экодесанте приняли участие многодетные семьи, дети войны Молотовска, учащиеся техникум о строительстве дизайна и технологий Северодвинцы нашли и новых друзей Полина подошла ко мне и предложила помощь Потому что мне трудно идти, я уже в возрасте человек, у меня болят ноги Она мне предложила помощь, вот я с ней иду Я так как согласилась, потому что мы приехали как волонтеры помогать людям пожилого возраста Помогать им, ну, как бы сюда я приехала первый раз Во время сегодняшней акции люди собрали вот столько мусора Некоторые даже не воспользовались мешками К слову, еще несколько лет назад, чтобы вывезти весь мусор, приходилось вызывать пятитонную машину Весь мусор поместился в багажных отделениях двух автобусов На следующий год экодесантники мечтают приехать в Куртяево только для отдыха А пока на пикник осталось чуть больше часа Здесь каждому выдали благодарственное письмо А Григория Шаньгина поздравили с трехлетием Евгения Акреевна, Александр Дятлев из Куртяева специально для Вестника Северодвинска Кроме Дня защиты детей, начало лета, 1 июня, еще и День Северного флота Отчет ведется с 1733 года, когда появился Архангельский военный порт Поэтому всех корабелов Северодвинска с праздником А будет ли о приходе лета говорить нам и погода, знает ведущая небесной канцелярии Ольга Матвеева Первые летние деньки порадуют нас солнышком О погоде на четверг расскажу вам сразу после коротких анонсов Смотрите во второй части выпуска Ушел на работу, а домой не вернулся Полицейские Северодвинска разыскивают Александра Филиппова Приметы пропавшего в рубрике «Протокол» Почетного звания добивались 10 лет Почему Северодвинск стал городом трудовой доблести и славы? И стоит ли рассчитывать на привилегии? Ловкие, сильные и умелые Какая команда быстрее лыжников или борцов? Стадион «Беломорец» стал центром притяжения детских улыбок Там открыли детский оздоровительный лагерь О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия И вас приветствует наш спонсор Медицинский центр «Семейный доктор» Только в медицинском центре «Семейный доктор» Консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска Более тысячи видов лабораторных исследований Все виды ультразвуковой диагностики Герудотерапия, лазерное лечение, процедурный кабинет И многое другое «Семейный доктор» ждет вас Железнодорожная 34, телефон 500-411 2 июня по данным сайта Архангельского гидромедцентра В Северодвинске ночью ожидается 10 градусов тепла Днем до плюс 16 Переменная облачность, без осадков Ветер северный, слабый до 3 метров в секунду Атмосферное давление в течение дня практически не изменится И составит 764 мм ртутного столба По народному календарю 2 июня День Тимофея На Руси этого святого прозвали Грядочником Поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде В частности, в северных областях на Тимофее начинали сажать огурцы Пришел Тимофей, все огурцы скорее говорили в народе А наш спонсор, медицинский центр «Семейный доктор» В июне предлагает воспользоваться скидкой 12% на все лабораторные анализы Подробности по телефону 500-411 На этом у меня все Солнечного настроения До свидания Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем С 2005 года активисты добивались почетного звания для города Корабелов Спустя 10 лет его присвоили Теперь Северодвинск – город трудовой доблести и славы Как к новому званию относятся северодвинцы, общественность, а главное, что оно дает В материале Ксении Кабановой В этом здании на Беломорском 34 в военные годы был военкомат В первые дни в Молотовске люди начали писать заявление с просьбой призвать добровольцами 14 тысяч молотовчан ушли на фронт, а общая численность жителей 25 тысяч человек Остались женщины и дети На их плечи взвалилась работа на судостроительном заводе За трудовой подвиг людей в годы Великой Отечественной Северодвинску достоили почетные награды Звания города трудовой доблести и славы Жители города трудились в Молотовском порту Принимавшем грузы из Англии, Соединенных Штатов Америки по Ленд-Лизу Трудились на заводе 402, ныне Севмашпредприятие Где ремонтировались сюда пришедшие в Молотовский порт по Ленд-Лизу Почетного звания для города активисты добивались с 2005 года Подавали на город воинской славы, отказали В Молотовске не велись ожесточенные бои А вот с трудовыми подвигами его жители не поспоришь Северодвинск вошел в десятку городов со званием трудовой доблести и славы В этом году ими также стали Кемерово и Королев Цель моя была, потому что победы не было без трудового подвига народа Наш город достоин, чтобы в России появилось такое звание И стал одним из первых в России Вот поэтому я все эти города бился за то, чтобы в Москве узнали Наш город заслужил И мы, дети войны, вот мы, наверное, радуемся больше, чем все остальные Пусть меня простят остальные Но дело в том, что мы дети первостроителей города Наши отцы начинали Мы же приехали сюда, когда здесь ничего не было Это голые палатки, монастырь и бараки Почетное звание остается предметом спора для северодвинцев Одни гордятся, другие ждут льгот Однако общественная награда их не предусматривает Конечно, почетное, естественно Это за это надо бороться Люди за нашу жизнь боролись Какое звание? Северодвинцев? Нет, у нас теперь будет на стеле даже город трудовой доблести и славы Не, ну а на Северодвинском так и останется? Да, да, да Я считаю, это неплохо, конечно, когда будет город доблести и славы Присвоение звания городу воинской славы Присвоение звания, почетных званий города трудовой доблести и славы Влечет только одно Это воспитание патриотизма у наших граждан Причем, подчеркиваю, независимо от возраста Это память о греческом подвиге наших матерей, отцов О том, что в годы войны они, естественно, достойный вклад в победу над фашистской Германией В положении о присвоении городу звания трудовой доблести и славы указано Местной власти рекомендуется отметить о статусе города на въезде По словам пресс-службы администрации Северодвинска, такой знак установят обязательно Стеллу оставят Уже этим летом на стеле при въезде в город будет отображено почетное звание Северодвинска Город трудовой доблести и славы Такая надпись будет встречать всех въезжающих в город Корабелов Где именно будет находиться изображение, неизвестно Проект реконструкции пока разрабатывается Ксения Кабанова, Семен Самигулин, Наталья Габдрахманова, Вестник Северодвинска Девятилетний ребенок угнал автомобиль с Ольвы Чегодски Второклассник решил покататься на соседских «Жигулях» Автомобиль хозяин припарковал во дворе Малолетний угонщик во всем признался и рассказал, что увидел, как сосед оставил машину открытой Ребенок доехать смог лишь до соседней улицы Автомобиль сломался и больше не завелся О других происшествиях в рубрике «Протокол» Многие северодвинцы из-за пробки на Архангельском шоссе сегодня опоздали на работу Предположительный виновник – Додж Стратус Водитель не обеспечил постоянного контроля за машиной и наехал на леерное ограждение Невнимательный рулевой не пострадал А в этом ДТП водителя госпитализировали из горящего автомобиля Он перевозил на фургоне мясные продукты В попутном направлении ехал лесовоз Водитель «Газели» не справился с управлением и столкнулся с МАЗом ДТП произошло около села Конева Плесецкого района Очевидцы вместе с пожарными извлекли заблокированного в горящем автомобиле водителя 40-летний мужчина находился без сознания, но позже пришел в себя Его состояние оценивается как удовлетворительное Большинство местных продуктов, которые предназначались для районных магазинов, сгорели Возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера Центра гигиены и эпидемиологии Номер 58 Федерального медико-биологического агентства По версии следствия, женщина умышленно увеличила оклад главного врача в два раза Так как от него зависит ее собственная зарплата Тем самым лишило предприятие более 1 миллиона рублей В связи с тем, что данное учреждение под ведомством ФМБ России Были выделены дополнительные денежные средства для сбалансирования фонда оплаты труда И ситуации с невыплатой заработной платы не произошло Но тем не менее угроза, опять же повторюсь, невыполнение майских указов президента В части поэтапного повышения или гармонизации заработной платы работников медицинских учреждений Была поставлена под угрозу Женщине грозит до 10 лет лишения свободы Напомним, о любых нарушениях сотрудники оборонных предприятий могут сообщить по горячему номеру Он указан на экране, анонимность гарантирована Полицейские просят помощи горожан Разыскивается Александр Аркадьевич Филипков Он ушел на работу на базу отдыха Сосновка 29 мая и пропал Мужчина был одет в черную балоневую безрукавку с полосатыми вставками на плечах красного и белого цветов Вязанный свитер, темные спортивки и белые кроссовки На вид мужчине 32 года, рост 165 сантиметров Худощавое телосложение, волосы темно-русые Всех, кто владеет информацией об этом мужчине, полицейские просят сообщить по номерам, указанным на экране Любишь дачу? Испытай удачу! ГТРК, Северный рабочий, Сайт Гоу-29 и Радио Северодвинска проводят конкурс «Дачник-удачник» Рассказывай о своей даче, присылай фото и видео в номинации Ландшафтный дизайн, лучшая дача, урожай, пушистый дачник, дачные рецепты, дачное творчество С 4 июня по 4 сентября отправляй заявку с темой «Дачник-удачник» на электронный адрес 1собака go29.ru В группах ВКонтакте go29.ru, Северодвинск ТВ и Нордворкер с хэштегом «Айда дача» Или в Инстаграме с хэштегом «Айда дача» Подробности по телефону 50 34 34 По итогам сезона победителей ждут ценные призы Фотоконкурс «Спортивное я» Онлайн голосование открыто Жми кнопку фотоконкурса на сайте города Северодвинска go29.ru Выбери победителей, приходи 12 июня в День России на вручение призов на Площадь Победы Мы спортивные, мы активные, мы северодвинцы Мы ждем тебя на сайте go29.ru Теперь о спорте Наш земляк Михаил Исаков великолепно выступил в чешском городе Пльзень На международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров Северодвинец завоевал два золота В квалификационной стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров Михаил показал результат 563 В финальной перестрелке кандидат в мастера спорта вновь был вне конкуренции Выбив 192,5 очка Северодвинец опередил серебряного призера почти на 5 баллов Второе золото Михаил завоевал в командном зачете в составе российской команды Из максимально возможных 1800 очков наше трио Исаков, Занинин, Басариев настреляли 1646 баллов и уверенно победили Сертификат на строительство нового мини-футбольного стадиона не получили Но о себе заявили сполна Сборная команда ветеранов вернулась с первого финала всероссийского турнира Народной футбольной лиги Около тысячи любительских команд из 85 субъектов нашей страны приняли участие в отборочных матчах В Москву приехали 16 сильнейших коллективов В их числе и сборная Поморья В нее вошли 7 северодвинских футболистов Северяне удачно прошли свою группу, обыграв команды Волгограда 2-1 и Ингушетии 3-0 Уступив москвичам 1-0, вышли в плей-офф со второй строчки В четвертьфинале наш ветеран уступили 2-0 будущим победителям лиги команде Тулы В поединке за пятое место северяне по пенальти уступили соперникам из Рязани 0-2 В серии после матчевых пенальти лучшим нападающим турнира признан наш земляк Станислав Вастрогнутов Напомним, что главный приз Народной лиги сертификат на строительство нового мини-футбольного стадиона получили туляки В день защиты детей в Северодвинске на стадионе Беломорец торжественно открыли детский оздоровительный лагерь Три недели его воспитанники будут развивать свои спортивные навыки Детей ждут множество состязаний по игровым, командным и личным видам спорта А сегодня ребята соревновались в веселых стартах и ели мороженое Будете также спортсменами, спортсменами, которые будут защищать интересы коллектива физкультуры города Северодвинска Ну а кто-то может будет участвовать и во всероссийских, а может и в международных соревнованиях Желаю вам успехов, здоровья, хорошей погоды, всего самого хорошего За более чем 25-летнюю историю через детский оздоровительный лагерь на базе Северодвинского Беломорца прошли более тысячи юных спортсменов Многие из них достигли больших вершин в спорте В этом году к лыжникам и борцам впервые добавилась секция фигурного катания Сегодня в день открытия в гости пожаловали и две команды из пятой школы Программа традиционная, наши дети будут участвовать в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию Потом добавятся еще у нас какие-то соревнования на ледовой арене Значит у нас также будут проходить и тур походы, и экскурсии будут организованы Какое же занятие спортом без правильного питания? Два раза в день юных спортсменов будут кормить в столовой предприятии Три недели активных занятий еще впереди, а пока разминка Сегодня для ста юных спортсменов провели веселые старты Лучше всех показали себя лыжники, но и борцы не из робкого десятка Раз, 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 раз Четыре года назад участвовал тоже в футболе, но бывало пропускал такие летние реки Почему решил еще укрепить здоровье в июне? По два человека стали Юная лыжница Анастасия Алонсова уже сбилась со счета, в какой раз она посещает эти летние сборы Любит весело и с пользой проводить время в дружной команде спортсменов, ну и конечно побеждать Или просто родители от тебя избавляются и ты с утра до вечера здесь на стадионе? Я сама хочу, у меня желание и люблю вообще лыжный спорт, люблю бегать, дыхать на свежем воздухе, здесь получаю удовольствие 24 июня организаторы и судьи наградят лучших спортсменов по итогам всех соревнований В этот же день на стадионе Беломорец состоится большое закрытие семи оздоровительных лагерей города Константин Мухин, Семен Сумигулин, Вестник, Северодвинск Вы смотрели новости Северодвинска После короткой рекламы узнаем, какая погода ожидает в четверг Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв Смотрите нас и все узнаете первыми До свидания Действенную помощь в борьбе за здоровье оказывает продукция компании Еломет Одним из самых популярных аппаратов является Алмак-01 Аппарат Алмак-01 может применяться при лечении артритов, артрозов После травм и операций постановительный период Алмак-01 достаточно прост в использовании и не требует специальных навыков Гибкая линейка из четырех индукторов позволяет охватывать большую площадь, что повышает результативность воздействия Алмак всего за 8 тысяч 900 рублей Только со 2 по 8 июня в аптеках фармация, панацея, здоровье и магазинах медтехники Спонсор прогноза погоды сайт северодвинска go29.ru Не знаешь, чем сегодня заняться? Где выгодно продать авто? Снять или купить жилье? Где найти новую работу? Не знаешь, где продать старое барахло или заказать новые окна? Справочник предприятий Афиша Недвижимость Работа Доска объявлений Автобазар Не забивай голову! Вся самая полная информация на сайте города Северодвинска go29.ru Ветер северный слабый до 3 метров в секунду Атмосферное давление в течение дня практически не изменится И составит 764 миллиметра ртутного столба Переменная облачность без осадков Температура ночью плюс 10, днем до 16 градусов тепла Спонсор прогноза погоды сайт северодвинска go29.ru Почувствуй пульс своего города Редактор субтитров А.Семкин